Десантные войска – это специальное воинское подразделение, куда попадают только самые смелые. ВДВшники осуществляют сложные миссии, охраняя спокойствие своей родины. Храбрость голубых беретов прославляют отечественные фильмы о ВДВ. Это истории о военных, способных преодолевать любые трудности. Десантники – воплощение мужества и силы. Но, как и всем людям, им приходится решать проблему выбора и несправедливости, испытывать личные трагедии. Одни из лучших фильмов про солдат – о десантниках. И сегодня мы расскажем вам о некоторых из них. Богатый список фильмов о воздушно-десантных войсках позволяет любому выбрать картину по душе. Кинорежиссеры часто обращаются к образам десантников, поскольку появление такого персонажа автоматически открывает путь к множеству сюжетных поворотов. И среди них – «Тихая застава». В основе фильма лежит роман Валерия Павляева «Тихая застава», основанной на реальных событиях. Сражение на 12-й заставе московского погранотряда в Республике Таджикистан произошло во вторник, 13 июля 1993 года. На территорию этой страны пытались прорваться афганские и таджикские боевики. В течение 11 часов российские военные отбивали атаки противника. Затем российские войска отступили. Позднее в тот же день застава была отбита. По итогам боя шесть пограничников были удостоены звания Героя Российской Федерации. Четверо из них – посмертно. Фильм «Тихая застава» – это фильм не только о 12-й заставе. Практически на всех заставах шли бои. У каждой заставы своя история, но объединяет их одно – самоотверженность и героизм пограничников. Братаны. Сюжет начинается с банальной ситуации. Четверка друзей десантников – Макар, Леонид, Костя и Сергей – отбивают молодых девушек у парней, которые их обижают. Так они оказались непреднамеренно втянуты в противостояние с организованной преступной группировкой, которая занимается торговлей людьми. За обычными на первый взгляд хулиганами стоят хорошо отлаженные влиятельные структуры торговцев людьми, которые продают девушек для заказчиков по всему миру. Обратного пути для братвы нет. И помощи не будет. Убоповцы выкупили на корню банду вместе с остальной милицией. А преступникам четверо друзей сильно мешают. И теперь десантникам придется вступить в бой, взявшись за собственное расследование. Заговоренный. Это было странное решение – уволиться на взлете своей военной карьеры, чтобы открыть мастерскую и возиться с электроникой. Для капитана разведывательной роты ВДВ Андрея Шикова по прозвищу Шик, такая мера оказалась вынужденной. Причина тому – необыкновенное везение. Пройдя Чечню и Балканы, Шик выбрался из самых страшных лихолетий, без малейших повреждений. Лишь пули, предназначенные заговорщику, доставались другим. И с этим капитан смириться не мог. Ушедший одновременно с Шиковым Георгий Солдатов решил продолжить свою карьеру в иностранном легионе. Отслужив свой срок, он получил французское гражданство и начал набирать диких гусей в свою собственную военную роту. Сейчас перед бывшими друзьями стоит поле боя, включающее Болгарию, Россию, Ливию и Сербию.